добрый вечер друзья в эфире 39 выпуск турбошоу hotline gm box в студии стас ломакин андрей загудаев ел евгений ольхова я илья обчаренко и мы сегодня расскажем вам о многих многих интересных вещах которые произошли за прошедшую неделю самое главное сегодня тема выпуска xbox one который буквально через терник звездам приобрел на прошлый год их стас о чем будет рассказать сегодня также мы обсудим результаты в gx премии который мне очень понравилось как я надеюсь нашим коллегам немножечко поговорим о том что во что мы играли на прошедшей неделе а вообще уже декабрь холодно новый год впереди и об этом тоже пару слов начнем да в gx если кто не знает это такой видеоигровой оскар он вручается спайк тиви специальным телеканалом таким каждый декабрь и вот буквально когда это было в субботу до субботы на воскресенье они вручали собственно главные премии года уходящие уходящий год и я так понимаю что все эти игры выбирали люди да да люди настоящие не те люди которые сидят на спайк тиви а те кто голосовали ты же вот илья голосовал очень тонкая грань нет плане я голосовал на самом деле ваш покорный слуга суббот на воскресенье вместо того чтобы смотреть церемонию спайк тв занимался найти немножечко странным делом для многих жизни нормально вот поэтому он приехал воскресенье домой я открыл в общем-то любимый сайт джимбокс вот где работают самые лучшие ведущие вот и прочитал вообще о результатах в результатах значит результаты мне абсолютно понравились я считаю то что они возвращают веру в людей кажется то что это действительно люди они боты потому что вот например смотрите лучше rpg не на кунь я вам еще начале года об этом говорят это полигон уговорил который конечно не увидел потому что русский не умеет понимать да вот прекрасный ролик когда он не горит дарит но минуты 3 минуты 3 я просто увидел дарю полигон да просто ору да вам не поливала но потому что реально говнари и таскать неправильно оценили лучше rpg года как в общем-то оценили люди поэтому пусть сидят что называется у себя там где в англии вот на получение по остальным номинациях по меня американцы какая разница неважно помогали все люди похоже на европейский понимаешь и я голосовал и я голосовал и я голосовал и я голосовал практически все совпало кстати я носу помню там лучше рпг были такие номинанты другие там было по рэмблем было рэмблем но это кстати тоже был пятерка это еще и польщина и не планирует его него я говно и не мог разин до японщина как говоришь дороги по основные игра года на gta 5 окей судьи года это интересно на ноте долг ну да и кстати тут вообще довольно понятная история о том что прям образ ноте док вот эти вот свои наработки за все поколение они собрались или собрали в лучшую игру ласта фас на пес а лучше шуток нет персонажи года бизнесе лютес из башек инфинит но это такой даже не то что персонаж от скорее образ они очень крутые в плане образа и тонкая такая тонкая но просто они такие запоминающиеся очень да хорошо вот они не столько персонаж сколько вот этих видео я разу самого тревора мне кажется действительно это лучшее что был создан игровой индустрии потому что он абсолютно без тормозов и абсолютно без вот этих вот рейтинговых историй но с близнецами лютес я тоже соглашу да почему хорошие лучше шутер я вообще считаю то что это единственный не просто интересно кто там еще был сейчас я посмотрю помимо батлы и колды понять почему батла не взял это лучше шутер все согласно да и легкого до лучшей игра гонку галком понятно лучший action action метро с ингрид 4 black flag да вообще ну я согласен и за все это лучше приключенческой ну совершенно это типа там 3d action а 3 уже спортивная игра nba токи 14 можно поспорить но поспорить но это мне кажется и мы можем поспорить всегда там у вас не фифа то что жена гонок по большому счету лучший рт и женина куни лучший файти к инжастис за неимением прочь я вообще не понимаю вот это кому еще смотри давай посмотрим давай подожди файли дуралай 5 смотри вот кто был я даже сейчас тебе покажу на это был дайв кик вот это очень хороший да дайв кик инжастис собственно она киллер инстин и какой-то ультимейт стрит атаки на революцию но не жаль что были поиграли в пиллер инстинкты и мне кажется что это вот сейчас вот ультером ультимативный лидер по файтингом абсолютно потому что игра реально восхитительно играется выглядит и ну но при этом к ней очень легко предъявить претензии потому что там всего шесть бойцов нет никакого сюжетного режима сюжетные игры в тех которых они не должны быть но это действительно тогда что ну короче просто тут вообще-то ни одна игра на из гений ничего не получила вот я делал тут не в next game на самом деле сделаны из гени потому что люди голосовали они хотели голос люди голосовали за то в чем они хотят но я тебе сразу говорю то что ты не прав потому что лучшие гонки получил forza motorsport 5 а ну ладно хорошо вот вот это вот вот эта номинация вообще непонятна мне абсолютно потому что forza я не любитель гонок я конечно оцениваю как консюмер в данном случае они как он игорь осанов который вон комиссии хорошо разбирается но мне кажется что фото forza motorsport сравнению с недавно высшей туризма 6 это просто как я не знаю как бомж и олигарх ну то есть совершенно раз я тебе скажу так что гран туризма было не было просто номинирована потому что потому что выходил шестого декабря я так понимаю что там участвовали игры только до какого-то числа да ну ладно в конце говорили же люди как успели люди правда оценить форзу motorsport я не совсем понимаю но у ford очень сильная комьюнити но я такой же она я не играл но я точно знаю что хорошая но при этом как бы по классике а в отличие от прошлогодней формы horizon это просто ну реально странное скучное говно вот но неважно неважно лучше dlc far cry 3 blood dragon да вполне вполне действительно так по крайней мере самый неординарный dlc потому что ну по привычке обычно как бы разработчики стараются или продолжить сюжет или добавить каких-то новых локаций и так далее здесь же была полностью игра переделана с визуальной точки зрения с эстетической точки зрения и так далее было так сказать такой трибют всем боевикам восьмидесятых девяностых годов и получилось это очень остроумно и очень хорошо петь и бы не согласился скал бы что лучше велся год это дизонер дизонер найсов даун вол но или брену поэтому ладно ну или другу ну да или другой ну неважно лучше игра для их бокс 360 brothers от и абсолютно зале верно абсолютно прекрасно я считаю что это вообще уберы хорошие убер да лучше игра для ps3 the last of us view от super mario 3d world pc gone home и вот тут хорошего хороший момент потому что там стас ты говорил о том что в писи номинации там представлены 3 игр 3 и 3 энди и battlefield и батлфилд и батлфилд в итоге они батлфилд как заборолись и мили но страну кстати батлфилде проблемы исключения мы они попозже представляешь себе насколько сильная сильно понравилось gone home чтобы смочить забороть просто не сильно понравился мне на сушенную комьюнцию я отдельно скажу об этом но я все равно считаю большой любви к инди battlefield как франшизы и как игра и как некая сила она больше чем gone home это другой но не в этот день не в этот раз лучше игра для портативных консолей лучшая игра для мобильных платформ plans версии зомби 2 ну в общем то тоже без вариант лучше казуальная игра казуальная animal crossing они бич плиз она непонятно для кого она вообще непонятно я с трудом себе представляю человека который играет в animal crossing который никак вообще не разбирается в их знаком с двумя-тремя такими людьми которые шпилили у него него кроссинг дома и были дикого 100 например не будем называть этими на в эфире вы знаете мне просто мы не говорим на сделку это месяц например и что я вообще свой перри начинаете называть да и такой помнишь да помнишь ну они все поймут ладно тёлки но лучше казуальная игра потому что для тел лучше саундтрек а улера а звучит понятно а трой бейкер джоэл из ласт у вас лучше старин или за ласт у вас он кстати за двух этот трой бейкер выступал там запомнил тревор еще не разве за тревор по моему да посмотрю вполне возможно кстати но это как нам действительно все очень круто лучшим сутранг саундтрек gta 5 логика потому что саундтрек там действительно огромный крутой и вообще и лучше музыкальной композиции в игре will the circle be on broken is the bishop infinite да короче я поняла эти на пин пришел короче прочитал об этом всем и написал то что на самом деле лучшие вообще номинации и лучшие лауреаты в твиттере мне при этом написали да ладно да что это да я не понял этого батхерта вообще то есть кто это мне писал я уже даже не помню как это любит говорить сергей гаенкин инфлюенсеры то есть которые никуда не попали но просто сидят и гонят а вот не знаю как вам но мы лично всем абсолютно довольны а вот помимо номинаций и вот этих победителей я не знаю я не считаю эту премию какой-то там но и образ жизни да и ты было интересно но интереснее было помимо этого что было анонсировано на vgx то есть да помимо всяких премий там еще есть интересный анонс в этом году там анонсировали внезапно очень крутую по крайней мере на первый взгляд игру на у мэн sky она называется которую опять же внезапно делают создатели симулятору джо денджер вот выглядит она очень здорово и но при этом непонятно все что это такое нас да и продолжает свой дико победоносный путь компания telltale в прошлом году было обнаружено что есть компании умеющие делать игры по мотивам сериалов и может быть даже фильмов и оказалось telltale я на vgx честно говоря ждал что будет анонсирована их игра по breaking bad ну потому что это был вообще космос но чуть-чуть другой анонс друзьям не выиграл ты я и наши друзья по breaking bad по breaking bad по нашему breaking bad до них да слушай короче я не понял сейчас я к тому что вместо breaking bad была анонсирована игра telltale по гейму и мороз не на самом деле объясню просто breaking bad с точки зрения сериала достаточно ну такой жесткий не 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 нет все очень просто breaking bad закончился game of thrones продолжается да ну серьезно это правда больше тут нет никаких причин хороший как я вижу группа game of thrones даже я буду учиться telltale она умеет делать игры по сериалам и по breaking bad почему угодно нам сделал отличную игру а так или иначе в прошлом году вышло две игры по game of thrones 1 хреновая стратегия другая очень средняя ролевая игра что ни в одну ни в другую играть я лично не смог коллеги даже не пробовали трифонов понравилось и говорит ну ты если продерешься через убогое управление ролевую систему нормальный сюжет и боевую да то ты вообще угоришь сюжету но извините не продрался не получилось потому что выглядела она как зима вот в общем-то вот вот в этом всем мире но на самом деле по если заканчивают эту тему собейки там еще как бы на самом деле показали восхитительный трейлер третьего ведьмака но это понятно все это миллион уже раз мы видели новый ролик известный который тоже в общем-то рано на кстати хреновый ролик был серьезно вот ролик вернил я просто видел destiny в живую на и 3 это что показали они в ролике ну так себе то есть она выглядит и играется куда круче в реальность жизни чем ролики по которым тоже показали поэтому все мы ждем то это мне больше понравилось на самом деле я стасу говорил тебе не говорил тебе говорю division нам показали ужасные с точки зрения ну там вот постановки ролик но он там ничего не пока он показать технологию дивизион как там разбиваются значит машины лопаются шины и при стрельбе там нет вообще очень красиво все-таки сейчас говорят что нет 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 я надеюсь что следующего осени окончательно когда замерзли я думаю так появляюсь вопрос давай давай выпьем наташу алло здравствуйте меня слышно слышно добрый вечер прежде всего хотел бы сказать спасибо за вашу работу то что вы делаете это как бы приятно что вы смотрят в общем ну и единственная как бы просьба тоже поменьше оскорблять своих зрителей быть менее категорично вопрос следующий если бы допустим была бы такая церемония именно в россии то как бы вообще разнились лауреаты этой премии там сюда поставил либо потолки и церемонии были и так далее такие церемонии уже были например game land awards и они были все чем до конца куплены и одно имеют в этом году конкретно спасибо 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 это сложный вопрос основание по всему миру что да по всему миру до нашего изменилась я думаю особо ну да то есть с точки зрения голосования даже если было бы голосование пользователей все равно написано номинации подавались лучшее на пика игра лучше пика стратегия лучше пика free to put мне мне кажется просто здесь бы добавились какие-то номинации замечательные типа лучшая мама free-to-play компания года компания райт разработчик года скандал года скандал года лучше года твиттер года до лучшие я но не знаю мне кажется плюс минус совпадали бы насколько мнение российских игроков до разделяю жень ты бы удивилась короче бабло не пахнет как известно а в данном как это случае если рассматривать идеальный мир в котором ничего не продается и голосовали бы российские пользуются человек вот серьезно серьезно не было то что и нет на пика смотри смотри не не был не было не было бы не было бы ни на куни серьезно процент не было бы какой-нибудь brothers но браза с нами была правда супер марио animal кроссинг не было бы ну вот каких-то таких специфических историй вот там типа зельда для портативно когда это условие номинации не было да ну да на самом деле здесь еще очень важно какие номинации но как мне кажется ну в данном конкретном случае мне очень хочется верить то что в россии бы было примерно так же поэтому давайте об этом думать когда будем вот вы еще не видели на 60 будем оптимисты вообще там все ммор пг ммор погода он с китая доски то лучше это нравится вопрос а девушка такая симпатичная тоже в игрушки конечно я просто буду сегодня читать вопросы под трансляцией они тоже хорошие хотел сказать да давайте стасу слова он как у нас главный человек который играл в xbox one последнюю неделю он будет рассказывать все что знает об этом начиная мне кажется с покупки да чуть-чуть расскажу о том как купить xbox one москве для этого вам нужно иметь много денег интернет как минимум до интернет потому что и свободного времени но я потратил на покупку один день вот встал пораньше заехал там на пару рынков просто ради интереса посмотрел чё как на рынках вообще никто не чашется никто не хочет вести xbox one никто не хочет выставлять серый товар на витринах по большей части но эти же самые люди скорее всего ждут вас в интернете да да конечно в интернете все очень интересно во первых обнажается некомпетентность многих людей по поводу xbox там они спрашиваешь какой у вас xbox американский европейский они отвечают да европейский us написано окей вот и в интернете естественно огромное количество барыг в том числе на сайте авито продающих бокс от 35 до 85 тысяч я видел это объявление на авито это просто жуть какая-то вот купил мне кажется кто-то купил а кто-то может быть подумал и хотя бы до полтинника цены снизил короче это очень сложно это дорого и на самом деле это единственная объективная причина не брать xbox one вот помимо того что он там не поддерживается в россии и так далее и тому подобное вообще играть в игру можно вообще с xbox one история очень похожа с началу стать с концом 90 90-х началом двухтысячных когда консоли официально в россии не было но было был огромный громадный даже не серый а черный рынок вот и playstation можно было покупать на кузнецком мосту соответственно там других каких-то магазинов вот то есть ну рынок был вот но не было вот этой вот условной поддержки сейчас уже мы не можем жить таком дискурсе хотя потому что тогда консоли не имели подключение к интернету это был совершенно не принципиальный момент вот то есть ты купил консоль покупаешь диски с ps1 вообще была идеальная история когда момент какой-то когда диски стоили по 20 рублей и в общем-то ассортимент был ну очень супер широкий как вот сейчас покупать консоль за 30 плюс тысяч лучшем случае без какого-либо поддержки сервисов в россии мне кажется это резко да это риск это странно но если вы действительно там мега убер он ладник фона да то разумеется в этот вопрос или уже решили или скорее всего решите вот но по большому счету проблем то особых нету единство как бы нюанс то что вам придется про драться буквально таки через огромное количество предложений о которых говорил стас меня лично всегда пугало потому что не всегда кажется что в интернете меня пытаются обман так и есть вот видите как не только меня пугает в итоге насколько ты купил консоль в итоге ситуация была такая я понял то что вообще присутствие xbox one данный момент в россии это нестандартная ситуация ее нужно поменять любом случае я нашел в каком-то интернет-магазине великом xbox one любой и европейский и американский мне нужны европейский бокс он там стоил что 36000 но без самовывоза и доставка что-то через несколько нет самого без самого то есть ты не можешь вывести потому что контора находится где-то на артере заводе на на заводе на киевском шоссе как мне сказали вы не сможете что приехать окей я написал заявки что парни плачу 40 нужен бог сегодня вечером точнее днем не перезвонили вечером не привезли то есть понятно что там сотрудник магазин как-то проверил его а я никак не проверил они медали гарантии на две недели это нормально а этой гарантии нельзя там условно потереться так как вот работает я не знаю можно ли потереться гарантии есть но она как она выглядит это распечатанный чек с ведомостью вот там бокс уплачено при отсутствии кассового аппарата нет все было обговорено понял заранее она распечатывала документы все сделала объяснила что она вот так вот делает вы не просто заплатить 4000 за то что ему короче дастас достаться произвела благостное впечатление дама видимо я я сам оформил заявку попросил привести бокс понимаешь но я просто тому то что если вот такая ситуация будет у наших граждан вот это значит что ситуацию можно изменить то есть если можно торговаться ну тупо вот так вот получается потому что приставки официально в россии нету и можно идти на все буквально но чуть позже буквально в понедельник мы составом обсудили историю то что при таких раскладах можно было бы просто купить билет туда назад об этом а тоже думал что за 40 50 тысяч вы можете на скайсканере наверно найти кимать билеты да не знаю до берлина за 6000 рублей туда-обратно и сгонять вот за один день и все купить так что к следующий раз будет выходить консоль нового поколения вспомните нужно же еще знать берлине куда идти что еще хотел сказать по поводу покупки различие между американским европейским понятным розетках напряжение об этом рассказать да у нас просто наш коллега замечательный на прошлой еще неделе почему в общем-то анонсировали hotline на прошлой неделе он купил у нас бокс бокс американский насколько не знаете вы не знаете но розетки в америке на 110 вольт они на с 220 как у нас и потом другой вход на это ерунда как бы там есть переходники и так далее но если вы включите там через переходник просто без трансформатора эту штуку в розетку то в лучшем случае у вас сгорит вот эта штука в худшем случае вас горит вот эта штука вот поэтому разумеется рисковать мы не стали и на следующий день мы купили трансформатор за 500 рублей но так как мы недобросовестно подошли к процессу покупки к вопросу покупки трансформатора мы купили его на 100 ватт вот и как выяснилось этого оказалось недостаточно бокс у нас поработал сколько там минут 30 да не они больше полтора потом до сформатор благополучно приказал долго жить слава богу не тронув не вот это не вот это вот поэтому мы такие уже ну что же я и купили европейский да да в общем берите трансформатор если у вас американский бокс бери трансформатор запасом я не знаю 200 ватт как некоторые самые ловкие магазины в общем-то наладили по продажу бокса до предместа они загоняют трансформатором сразу в общем с покупкой вроде как решили давайте перейдем к самому главному да значит это приблизительно комплектацию бокса помимо бокса во первых он тяжелый да он тяжелый и большой да ну вот я большой и он большой это вот то есть на самом деле сравнение с видеомонитофоном у нас самая близкая даже не с видеомонитофоном а с видеоплеером помните разделение видеомонитофон от самый тяжелый и там с возможностью запись а видеоплеер он может проигрывать вот как бы у меня был сверху видеоплеер samsung и вот он был примерно вот такого же размера и примерно такой же вот значит у меня был шеваки как вы видите это вход для диска здесь вот такая маленькая кнопочка которая в общем-то его кнопки заняты и вот эту кнопку включения благодаря которых бокс можно нечаянно выключить и не знаю штанами но это в общем-то было и в искать в старом боксе много раз это происходило даже когда мы со стасом играли футбол да вот эта кнопка синхронизация вот она синхронизирует джойстик и xbox одну как в общем-то и в старик ну и есть до юсби один одинокий нет еще два за ну да два сзади на имеется вот здесь это типа для какого-нибудь жесткого диска ставить его многие пробовали но он для этого не он стоит как бы но однажды я но не очень рабочим положение он начал жужжать я чуть не запорол диск данрайзинг 3 и вовремя вспомнил то что это сделать выключил выключил и положил обратно и выкинул да я ничего не покупал в общем еще до этого еще до выхода консоли microsoft заявили что они не рекомендуют ставить бокс на бок он для этого не предназначен потому что дисковод не проектировался проектировался без учета каких-то там резких поворот но вот это странная история при условии то что старый xbox можно было стать ну ладно мы не это возраст какие-то конструкции там значит раз да значит теперь смотрим вход а это в общем-то петалово 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 вы мне может немножечко вас сбить с толку а с той точки зрения то что мы сначала тоже так думали то что можно сейчас взять петалово от xbox 360 подключить и в общем-то получивай и всех обмана и всех обмануть как бы обманули мы только себя потому что а она несмотря на то что очень похоже на старый xbox у него буквально не хватает небольшого так вот эти закругления вот здесь вот на этой штуке поэтому он старые петалово от xbox 360 не подходит вот поэтому не пытайтесь обмануть microsoft всех уже обманул значит теперь важнейшая вещь особенно для нас как для людей которые постоянно транслируют игры это наличие двух из ними и выходов один в общем-то out это собственно то с чего вы получаете картинку из xbox он подключается к телеку все все отлично все отлично и один in для того чтобы использовать различных провайдеров контента ну это для больше для америки но в принципе вы можете подключать все что угодно можно подключая там не знаю билайн консоли можете подключить как раз через этот вход подключается ps4 и вот это легендарное да можно заработать но при этом надо сказать то что можно стримить и xbox 360 через ванны ps4 через ван но стрима тут будет дико лагать и играть не получится доход на ps4 для того чтобы застримить игру нужно мягко говоря заморочиться и потратить где-то в районе 10 тысяч рублей на различные оборудования которые необходимы а если вы не хотите на твиче да 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 ну пример я бы на вашем месте хотел бы стримить на твиче но мы не можем стримить на твиче потому что реклама тоси бося ляси тряси собственный плеер вот поймите правильно а с xbox one таких проблем нет да транслируем как цари все хорошо никакого это hdcp как-то вот этой защиты нету ничего все отлично вы уже видели трансляцию по форзе по ужаснейшему райзу вот и трансляции будет больше нас очень деле будет дат райзинг и так далее так далее так далее так что в этом плане коробочка молодец далее далее здесь мы видим в общем туда 2 usb входа вот этот вот вот это вот просто как видели такой вход хорошая думаете вот он так вставляется он нет он вставляется вот так вот вот так вот вставляю это друзья кино они чуть-чуть позже вот вот это вот собственно чтобы чтобы его никак видимо чтобы такой да массе чтобы знал каждый круизер каждый жулик и версту даже если он хитер он чего доброго не спер но это вообще кошмар конечно ладно а вот значит это это кинект это я никогда не знал air out короче давайте заморачиваясь на задней панели основной резюме как и sony microsoft отказались от любых аналоговых ходов-выходов здесь чисто цифра выводить звук аналоговый теперь нельзя как на ps4 вот собственно и все ну или один есть hdmi и хотелось бы сказать по поводу размеров меня размера не смущают вообще не размеру вот этого к этому все привыкли ну и зато приставка не сгорела когда мы подключили к ней не недавно и вот это тоже нормального размера потому что она теперь дает новые возможности вот с этим и подожди на размер бокса это как он стоит это вполне может быть объяснено политически или идеологически xbox one заявляется как чемпион гад флоу медиа центр с которым по соседству должен стоять разве что телек и все таким образом какая органом пространство чуваки он должен стоять какая приставка она маленькая а он большой вот сюда вот он большой например на половину бокс основное устройство ну по крайней мере в америке ну как миссия как ресивер короче он такой размер вполне объяснимо вполне удовольствие вот так но иначе равеная вообще на самом деле а привычка майкрософт сделать все каким то монструозным и большим это кстати касается не стесняется телефон да но киеве том число а вот собственно иксбокс ванна не знаю компьютер размером с дом ну короче я не совсем сторонник этой истории но мне не смущает абсолютно иксбокса а он такой но он такой но нормальный то есть можно попытаться такой думаешь а не получается хорошо же когда так и так происходит ну да нормальный консоль все окей вот это вот эти немножко конечно нюансы есть вот смотрите насколько огромная реально камера вот здесь вот то есть если вы помните прошлый кинек там какая была вот так какая здесь же камера вообще супер процент видимо для того чтобы даже таких жирных как я захватить полностью вот ну не знаю других объяснений мне сложно найти вот значит вот это вот горит вот здесь вот горит три таких вот таких вот красненьких красненьких тучечки здесь у нас такой микрофон динамик вот ну и вот вы все это вот стоите в принципе вот так вот ну как будто обычно вот так делать вот так вот ставится и в общем то рай пока что расскажи про голосовое управление да на счет фишка но это только мой косяк как бы я сейчас просто расскажу как этого не это косяк на самом деле интерфейса нет короче говоря что умеет делать новый кинект во первых новый кинект он увидев тебя однажды поняв что это твой профайл спросит тебя об этом впоследствии вода ум быть и узнавать и не только тебя то есть и к примеру если показать кинекту илью андрея и меня и связать все это профайлами все мы логинились мы можем вот так вот сидеть перед кинектом буду сижу я значит я ухожу садишься ты он перелогинивается на тебя ты уходишь садится андрей он перелогинивается на андрея он реально различает он не просто видит какое-то тело он видит тебя и кстати видит это очень быстро привет что касается голосового управления на старте когда ты включаешь консоль у тебя есть выбор страны пока эти стран немного по крайней мере у меня их было немного там пять или шесть это было англия же великобритания это была америка канада новой зеландии австралии и ирландия я с дуру почему-то выбрал ирландию в итоге выяснилось геннесс на всякий случай я вам скажу то что в ирландии ближайший год голосовая голосовое управление поддерживаться не будет и вот именно из-за этого скорее всего она не будет поддерживаться потому что ирландский акцент отличается другого английского акцента сильнее всего поэтому все это будет только через год короче microsoft ирландцев за людей не считают клубы далее а вот здесь вот мне кажется почему я считаю но мне кажется это все равно странная история ну мало ли это вашихся мало ли там ты был вчера ирландцам а сегодня стал австралийцам прожди давай 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 почему нельзя переключать давай давай дойдем до интерфейса мы об этом еще поговорим там много еще странных вещей это меры предосторожности отсутствие возможности так быстро переключить регион ну я я уверен это как-то объявил вот наш наш коллега как бы уже не закирался не сказал то что на их бокс 360 переключаться между сторонами было просто элементарно ну черт не знает короче говоря не нашли кнопку тем не менее голосовое управление есть и на американском и на английском боксе она работает более-менее нормально иксбокс различает что-то 20 из команд то есть можно выключать можно записывать видосы и гулять skype включать netflix включать игры любые игры фильмы и детские условия xbox требует чтобы к нему обращались xbox изначально и требует также полных названий игр то есть если вы говорите play rise он ничего не понимает надо сказать player is son of вот это нормальная история потому что может быть райзов 8 делаешь или такой дебектора заходит подруга в комнату в общем голосовое управление кажется такой забавной штучкой но серьезно вот в эти моменты когда кинет тебя узнает когда он откликается на твои слова ты чувствуешь что устройство то действительно даже для 2013 года ну инновационный этот вопрос другом насколько ты это будешь пользоваться этим мне кажется что единственный сценарий крутое использование это когда ты можешь буквально двумя фразами либо включить либо выключить это все окей то есть вот не вот это вот xbox выбери мне игру я могу сказать а у тебя и вот стоп все пока это намного более полезная вещь чем навигация в меню жестами вот так вот но это дайте уверяю это абсолютно нормально и за этим будущее самая полезная вещь которая я видел на день на данный момент это на ps4 возможность короче подключать ее и у тебя вход из диме и который подключен ps4 называется playstation 4 ты берешь джойстик нажимаешь на кнопку у тебя включается телевизор и на том канале на которым нужно и все хорошо вот для меня лично это самое удобное что вообще было сложно потому что xbox skype и вот это все у меня жена давайте дальше по поводу геймпада самого главного наверно по поводу геймпада сложнейшая задача стояла перед microsoft что-то надо было сделать срочно с геймпадом xbox 360 хотя на самом деле ничего не надо было сделать это лучший геймпад в мире ever и уже нет то не поздно да да и до сих пор кажется да что уже нет ps4 лучше геймпаду чем у короче говоря это понятно сейчас ты скажешь короче говоря что изменилось главным образом отсек с батарейками теперь утоплен внутрь и не выпирает это не особо принципиально стики стали чуть поменьше но при этом чуть и повыше крестовина стала настоящим крестиком еще щелкает каждая страна это удобно для файтингов и что мне не понравилось а и классное покрытие то есть у оригинального бокса 360 тоже покрытие было неплохое здесь она я не знаю еще более матовые короче сцепление стало еще лучше но минус минус номер один это вот это то есть шифты для фона шифты требует действительно какого-то усилия а когда я играю фифу 14 я ими пользуюсь постоянно и каждый раз меня это будет напрягать имеет уже напрягало стали больше курки но это ладно но что меня смутило больше всего угол вот этого наклона он стал больше вследствие чего я провел эксперимент нас в редакции я попросил ребят ребята удобно ли вам переставлять палец отсюда вот сюда мне неудобно мне тоже а рай неудобно многим неудобно что короче сейчас или давай дадут слову все окей и это еще я считаю основное неудобство в принципе геймпад очень хорошо выглядит это действительно один из лучших геймпадов стилистически выполнить по крайней мере ну вот это момент это очень круто но держать его в руках и вот этот вот момент с включение между шифтами он действительно смущает требуя вибрации говорил да да что касается вибрации создают впечатление иногда то что сломанно до вибрации сломана но тем не менее эти курки вибрируют и формально они очень правильные потому что не то что правильно это решение интересное во многом потому что на эти кнопки обычно повешены ключевые функции стрельба прицеливания или езда назад вперед в гонках вот но я очередной раз убедился что какой бы ни было вибрации даже что на самое обычное ее присутствие в игре это в первую очередь геймплейное решение дизайнерская вспомним metal gear solid 4 вот эту историю где босс двигал первым геймпад в четвертом это тоже вы есть как вы не даст что там вот и потом тебе покажу мы вчера находили в первом тоже да в первом первом классе и в бразер с тэйл оф ту саунс тэл оф ту санс к примеру тоже геймпад очень к месту вибрирует короче не важно где он вибрирует а важно когда вот скорее вот так вот илья так значит во первых и в самых главных что что не раздражает это вот это что вот это когда ты берешь геймпад playstation у тебя руки полностью его захватывают и становится сразу очень удобно вот так вот ты делаешь вот здесь вот вот эти вот для не знаю вот эти вот маленькие штучки они к такое ощущение как будто пожалуйста отрежьте вот так и чтобы было все хорошо во вторых я согласен полностью стасом по поводу вот этого туда это напряг да это реально напряг угол тоже то как бы то же самое и самое главное в комплекте поставки xbox one есть геймпад есть две батарейки и нет провода но так по моему было 36 да я не понимаю почему за 6 не надо мне раз расскажи мне надо мне давай конечно потом вот просто я не понимаю как 2013 году вот я просто разговариваю простую историю ты в два часа ночи сидишь дома играешь dead racing 3 у тебя садятся батарейки конечно у тебя нет запаса конечно у тебя нет ну почему нет ну вот тебе с этим придется смириться с самого начала смотреть на вещи вот то есть почему нельзя сделать провод который входит из которого можно сидеть играть как-то очень любил но микро юсби есть ну извините провод провод можно купить да ну где этот провод в комплекте у тебя как же как батареек нет так и микро юсби может не быть но неважно я кстати нам попробовать я вот сегодня попробую насколько он работает без батареи работает так вот в остальном ну с дизайном с остаться мне очень согласен хотя он лучше чем наверно вот но разумеется это кстати одна из действительно важных вещей при вот три лучше чем 5 до 5 ушел за радостью от печали до сони но это действительно преимущество сделала на данный момент лучший геймпад который вообще в принципе они могли сделать он самый удобный самый прекрасный и так далее здесь нужно дотачивать мне кажется очень сильно я уверен то что в следующем году microsoft выпустит какую-то обновленную версию этого геймпада чего ps3 не выпустил за все эти годы обновленные версии своего геймпада выпустил у них был секс-акси потому что они выпускали обновленную версию как бы своего геймпада луч креста вене но это иногда мелочь вот потому что на данный момент ну этот геймпад значительно для меня хуже нежели чем да по поводу батареек я на самом деле согласен в первую очередь со стасом мне не нравится размер геймпада нравится вот эта вот история с бамперами ну и наверное вот курки они курки она стики они не 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 мы не но они но скажем стали более податливая но по поводу батареек ты правильно сказал что типа тыс их нет это жопа полная но серьезно но это другой сценарий использования потому что если они у тебя есть ты можешь сразу вставить не подключать некий провода не сидеть вот так вот к телевизору вот так один вопрос в общем тогда вот эта кнопка не нет давай рариф не смотри смотри у тебя смотри у тебя дуал шок разряжается до 4 он работает кстати семь восемь часов это очень мало вот этот работа да я намного дольше несколько дней серьезно мы неделю не играем и помню так сегодня сменили батарейки за неделю а ну вот вот а вот играешь дал шок это играешь дал шок у тебя соответственно садится и ты ауты условно допустим тебя диван стоит вот в конце вот на 6 короче что вынужден подойти такое кресло каталку несешь там какую-то скотом он там падает и вот сидишь возможно согласен но просто у тебя здесь есть другая история ты можешь и подключить но кабели нет но 100 рублей ладно на совелска можно куда согласись согласия нет не вопрос можно по-разному вот бы изгалить а там просто это альтернатива я говорю о том то что как бы геймпад на самом деле сродни размеру и вот форме вот этой консоли кто есть консоль такая достаточно хрестоматийной формы такая знаете консервативная вот и геймпад тоже он не выглядит как геймпад nextgen для меня лично вот это так это моим код вот и мне кажется то что ну вот где где на sony обогнала так это вот собственно вот именно в геймпаде в остальном это уже вот дальше давайте дальше смотрите вот это тоже две лучшие вещи уже а давай мы тебе примере смотрите илья будет fashion тиви у нас минутка своего посмотрите это гарнитура от playstation 4 мы ржали над со стасом и петей над ней но реально вот что честно сказать она очень классно передает звук то есть звук там очень чистый стас даст это интересно вот а вот это гарнитура для и говорили что гарнитура для xbox one как минимум солиднее выглядит ну вот вообще сейчас вы оцените вот помните я говорил вот про вот эту штук не а это нормально сейчас это нормально никакого неудобства не вижу да абсолютно вот пальчик и не знаю как продержать им под вкус на не злозный я про я норма делать все в абсолют ну короче вот он одел вот так развернет можно развернуть здесь все тот же один наушник я уже сижу наушник у меня все хорошо я уже не уговорю вообще нет никаких вот этого вот этого всего него и а тут рейса да и тут дуга значит ага который еще к тому же никак не регулируется и вот она ладно вот я не знаю чем я короче это неудобно очень но смотрите нет неудобно это терпимо конечно смотрите какая штука зато есть вот так выглядит спереди это кстати это вот это это здорово вам помнишь мы когда играли весь на праву не лезьте на проводе счет регулировать здесь вы отключаете звук здесь урегулировать предлагает актив сидеть продолжать до всю жизнь илья нового поколения вот на самом деле вот это очень-очень удобная штука потому что она трена поезда ними на ps4 тебе нужно чтобы урегулировать ну во первых вот здесь по моему есть какая-то да там да маленькие вообще непонятно он авто не было там унов только сломал что да вот смотри видишь все включено это не за мне кажется там сломался здесь у вас есть кнопки прямо сразу мьют кнопка плюс-минус там громкость вы можете в игре там если орет на конец вас румын который меня орут по ночам в фифу я такой сразу мьют и все не слышно этих козлов а я не знаю очень я не знаю как это делать в ps4 потому что мне нужно ходить в меню искать искать там на google 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 ухо а здесь я такой румын такой до свидания и все нажал нет это кстати реально серьезно вот ну а в остальном за солидными гарнитурами как все говорят надо идти в магазин да да от этого не избежать совершенно сприле потому что несмотря на то что вот это выдает действительно очень хороший звук но выглядит она выглядит она нет нету даже не выглядит ты вот положил ее на диван и случайно сел например я не буду ничего не будет вообще а вот на эту сеть сядешь на эту все покроется кое-что диван она между подушками жопы шо то шо это такая плавненько туда вошла а это прикинь я румын оттуда такой румын да а у тебя уже все ладно давайте к интерфейсу коротенько windows 8 плиточный мне понравился единственное что будет известно не сейчас но позже как-то интерфейс работает с большим количеством контента насколько я помню ps4 тоже много где есть горизонтальный скрол они да это ей есть специальная история типа там последние приложения открываете и этот же горизонтальный скрол здесь тоже есть и вот интересно как он себя проверит когда контента станет на самом деле самая главная вещь которую вы должны мне кажется знать но нет мне кажется что это там привычка то есть мы берем там условный смартфон на windows фоне ну там на этой мобильный либо iphone мы можем и к тому привыкнуть и к тому ну честно есть вещи которые реально немножко расстраивает во первых здесь нет русского языка вообще тут нет его вообще то есть если вы покупаете iphone в сингапуре любой . гонконге не знаю в жопе мира в любой вы всегда там найдете русский язык хотя бы русское меню да хотя бы русское меню не нам не нужны русский лайф мы понимаем что вы консоль еще не поступила сюда это раз в тарик здесь работает только три я так понимаю лайва это американский австралийский и британский ну потому что у тебя всего шесть стран при выборе куда ты еще да то есть всего три лайва то есть вам нужно либо переводить свой аккаунтом на американский либо на британский либо на странице я понял они запущены какие-то испанские немецкие удачи да при этом очень странная история в том плане что вот у меня российский лайфе не знаю как перевести мне на британский чтобы условно пополнять вот эту историю с ачивками если ты не как то это минус но реально и ужасный да же вот так вот вот так вот звоним вот но то есть это реально минус для многих людей ачивки мы знаем игорь белкин например да а это важными он он скажет блин нафиг мне это нужно если не смогу там чем новый профиль создавать этом 7 лет играл 130 тысяч г и так далее но вы кстати да готовьтесь морально к тому то что если вы купили купить иксбокс флантов вам придется давать новый профиль неважно сколько у вас там было чего денег прикрепленных карточек игр и так далее так далее вам придется создавать и я вот например как бы буду создавать новый профиль потому что как то чем я остался вам играть да 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 еще какие вещи а здесь например нельзя закачивать несколько игр одновременно параллельно закачки но я уже говорил об этом это такой минус но минус другой есть вы не можете например устанавливать игру с диска когда вы вставили и одновременно закачивать что-то из интернета да вот это минус история да привет а да это это делать нельзя то есть я не знаю это возможно будет в апдейте еще в каких-то вещах но не упал оскар скоро он работает вот 12 лет рабства я смотрю фильм у нас здесь вот это странная история серьезно я не знаю как это сделано из впечатления что они сходятся да мне кажется стоит какая-то история это ну как бы установка программы на жесткий диск все равно откуда с интернета с диска то есть короче у них есть некая очередь то есть она непрерывно у тебя есть очередь заданий каждый из них делается там после того как я можно заканчивать кстати к этому надо сказать еще такие моменты то что консоль но с точки зрения игр вообще и загрузки загрузка намного дольше нежели чем на 54 загрузка игр да да но вот примерно но сама консоль включается я не шучу от 6 до 10 секунд но это примерно одинаково то есть я не мерил то что есть как бы нюансы просто мы же это того чтобы вы понимали что понимали что покупать то вообще в принципе вот надо сказать то что ну во первых все что то что ты перечислил она на ps4 делается то есть несколько параллельных процессов загрузки нам другая да но тоже есть но смотри нет проблемы есть вообще что это да мы вообще в принципе достаточно ультимативно поняли одну простую вещь то что консоли с точки зрения плюсов и минусов и вообще они прибавили они одинаковым заменялись алё привет вот но при этом что мне как мне сказка смутило а сколько ты на драйзинг устанавливался после того как ты диск засунул а его не устанавливал и точнее я не помню ну вот этот процесс хорошо я устанавливал потом я забил вытащил диск стал райс начал играть в райс короче это было довольно долго ну вот так вот если вы на ps4 например апгрейдите какую-то игру например утил фил то скорее всего вы будете там не за сутки там или две ночи эту игру соответственно начать это конечно огромная проблема они все жалуются все говорят сложно там и так далее так далее но если вы это я просто чарили лично проверял потому что мне сейчас нужно заменить 1 ps4 на другую потому что в 1 ps4 почему-то перестал работать юсби может это я криворучка такое тоже вполне возможно потому что как вы знаете драконами не прилетал и не потому что козья а потому что я вот так вот я вставил диск в новую ps4 петину который не было вообще ничего от бутыл филда вставил диск за минуту полторы он поставил игру и там все есть компания его игра мне кажется зависит от игр вот ты знаешь мы тестировали а толщил согласен но с другой стороны если у тебя есть диск это круто но если у тебя диска нету это вообще взяла нет на самом деле смотрите по моим недолгим так сказать вот этим ощущениям скажу так что с дисков устанавливается быстрее на ps4 а вот качается на иксбокс 1 да да вот как-то так это кстати так тоже история как в общем-то с иксбокс из 60 ps3 то есть на иксбокс 3 60 всегда быстрее скачивались обновления и игры в том числе но и кстати да я тут недавно скачал 111 и лучшего iphone да так насчет интерфейса да но я думаю что то здесь сделал любителя я знаю реально людей нормальных нормальных людей мне не вот этих вот которым действительно нравится windows 8 но он как красивый я лично считаю что windows 8 это то самое худшее что могло произойти спираться на системы за все время развития вообще операционных но тем команды android хуже понятно как бы это все понятно тоже ну то есть вот это вот одного порядка истории то есть ну ладно окей меня лично да потому что как бы ну понятно лучше сейчас кажется я это я яблоко и фон вот это правда я буду право я считаю то что техника и особенно операционной системы с которой вы постоянно должны общаться они должны были сделаны абсолютно идиотов потому что ну как бы странно странно тратить свое время на настройку чего-то я вообще ничего не хочу настраивать ну ладно интерфейс xbox one абсолютно сделал под windows 8 кому нравится тот молодец кому не нравится тому не повезло вот мне лично нравится больше интерфейс 4 потому что он намного более минималистичной там все очень понятно расположена и нет никакой вот это вот нагруженный какой-то там вот тут большое маленькое маленькое под маленьким под маленьким следующая маленькая под маленьким следующий экран маленькая под маленький netflix фильмы кино музыка skype дерьма пирога ничего не понятно вот разумеется это все вообще не вопрос это вопрос там не знаю привычка одних суток приведенных с боксом я привык сразу меня не было ники мне интернет тоже оказался у него наглядным ну вот наглядный пожалуйста вот вам пожалуйста пример человек который как бы как которому это парня кстати windows 8 не использовал против при этом при надо за мысль не использовали виду свой нос после я его в лицо ты видел несколько раз так он и слава богу слава богу на по консульту нормально представишь таким дерьмом пользоваться как бы этим на компьютере твоим где там кто знает работ не на самом деле это дело на любителя плюс ко всему прочему windows 8 можно настроить как windows 7 то есть там не будет вот этой вот плитки там будет просто обычная операционная система учитывая то что все равно далеко не все еще переехали на mac для многих это единственный вариант нормально пользоваться офисом там и так далее так далее ну как бы вот к этому быстро достаточно привыкаешь просто обидно немножечко то что конечно многие вещи которые здесь представлены на вот замечательном дашборде просто сейчас воспользоваться ими будет на самом деле там самая главная проблема в том что вот эта многозадачность она ну по большому счету не сильно нужна же да надо признать она не сильно нужна я не очень представляю себе зачем нужно одновременно смотреть фильмы играть в игру ну ну да и такая такая типа смотрите мы чем лает но при этом еще к примеру это же функция снэп называется который обеспечивает мультизадачность помимо этого можно ведь присобачить музон также к игре но это уже неплохо ну и плюс возможность записывать геймплей там до пяти минут в том числе это очень важно записывать геймплей уже постфактум то есть мы же не знаем никогда когда в игре произойдет крутейший момент вашей жизни но как только он произойдет можем обратить xbox записать последние от 30 до 5 минут геймплея по моему это здорово есть еще вообще нюанс короче что кинект что интерфейс что мультизадачность и большинство вообще функций которые являются в операционной системы сейчас нет даже не то что не раскрыты ну да они еще даже просто и даже не не по ней мне кажется мы сами микросом до конца непонятно что вот делать вот например вот с этой махины не я уверен то что ее размер полностью оправдан да а данный момент все что она умеет это узнавать тебя в лицо и куда поддержку систему жестов насколько я понял сейчас вообще из ближайшего на и она есть она очень плохая хороших год я очень сильно на это рассчитываю microsoft покажет нам много всяких приблуд которые в общем-то нам объяснял зачем это нужно начало давно мультизадачность и тогда потому что все таки инженеры такой крупной компании они определенно должны быть больше визионерами нежели чем любой из нас здесь сидящих и понимать как будет развиваться айти индустрия и технологии и что с ними вообще люди будут потому что но это же самое главное вообще в принципе для айтишника понимание того как будет вообще это все и ну да 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 давайте вопросик алло добрый здрасте на привет дорос отца и если что слышно немножко лагаете а вы в метель что ли там идете по улице на диване все неудобно но там просто у вас нам не менее 8 вообще хуже ты видел настолько праведлив что просто за год и следует все вот так вот и 100 факт и она приятно что так а можете еще раз повторить просто не слышно и движение прочитать вопрос да нет жень просто вас очень плохо слышно пропадать через слово и как будто у стоящего не решили небоскреба да или метели я увлечу развивает фаренгейт игра мне кажется у него там все развивается можно 360 не геймпад не мы подключали не как выяснилось нельзя это все недокументированные функции которые требуют каких-то домаштан изломов и танцев с бубном что сразу конечно посылает эту историю нафиг ну да дальше какой еще образом можно ли их бокс короче давайте покажем ты еще этот вопрос да давайте перейдем главному к играм собственно не просите напоследок чуть про доступность миллиона она еще давайте давай давай а ты пока найди тот звонок в смысле этот вопросик мой вопрос здрасте мне вопрос такой возможен перенос и выхода иксбокса на территории россии это уже говорит о полном провале майков на территории российского рынка или результаты войны будут известны воды через два-три спасибо большое на самом деле да по поводу провала это вообще ну то есть вы же понимаете что российский рынок и несмотря на то что он растущий хороший большой это все-таки не америка там и не британия можно это раз подожди ты сейчас скажешь конце во вторых конечно же через два-три года как вы правильно сказали даже может через год нужно будет судить уже о том что там кто кто выиграл кто не выиграл это наверное лет через пять только можно еще можно сказать кто выиграл ps3 или нет нет это мы сегодня говорили тоже жени за киров на трансляции потому что но это странное вот к в этом поколении кто выиграл вей которая продалась больше всего иксбокс который продался меньше всего но при этом наибольшее количество инноваций вел на этот рынок в этом поколении или ps3 которая в конце выступила по там два года прекрасно и же и на вас совершенно игру слайва ачивки кинект это все сделано это все было на иксбоксе в первую очередь трофея появилась просто короче я не важно это короче это очень сложный вопрос да мне кажется что если будет перенос на любом рынке иксбокса ванн это баррой только обусловлен техническими момент короче иксбокс ванн в россии и в других странах не запущен на данный момент и будет запущен или там весной или осенью я думаю что осенью исключительно по той причине то что российскому микрософту как и другим представительством нужно выпустить иксбокс с сервисами для российского рынка которые были бы по объему такими же как сервисы для американского рынка включая поддержку русского языка и для того чтобы это сделать в полной мере и запустить действительно как бы полноценный медиа-центр таким миксбокс ванн в общем-то является нужно серьезно потратить время поэтому я уверен практически то что это будет осенью и не надо никого и куда хоронить у sony очень сильные позиции у них все будет отличные с играми и с консолью и так далее и у microsoft тоже будет все хорошо да давай пока перед тем как на и будем говорить об игрок напоследок о доступности недоступности чего-либо короче говоря провели ряд экспериментов прямо-таки подружить с телеком приставку но смысле айпи телевидение так далее не удалось раз максим как специалист по телевидению сказал что не удалось но известно что работает netflix на американском аккаунте вполне на любом аккаунте работают приложение типа машинима это с видосами для игр и ted это с англоязычными лекциями вот что недоступно в россии по понятным причинам это пример смарт-глаз тут история простая дело в том что для xbox one смарт-глаз вышел отдельным приложением которое по понятным причинам российском об истории просто не представлено следовательно спарглаз никак xbox one поддерживать не может зато остается положение смогла сдать бокс от 60 где его поддерживают что-то 9 игр или что-то такое и но не могу оказать что это потеря серьезная потому что ну не знаю мне кажется то что кинект это более инновационная штука чем спарглаз работает на любом да вот о чем вот о чем мечтает дэвид скейт чтобы я сидел короче а управлял управлял я управлял твоей речи да да то есть вот стиками у стиками там не знаю вот это значит он на другой конце линии управлял управление эмоции да да короче да давайте через карточку выключенную к профилю контроль иначе ощущается сильно сильно приятно шумит кто шумит контроль работает тише чем ps4 да это правда вообще практически нюанс то что вот у меня пример ps4 вообще не шумит а вот у масла но она у него стоит на заметить в этом в на полочке ну да на полочке лук и поэтому сразу как бы создают вибрацию поэтому ах ты твою мать давай добивай вали все вали говно по поводу того что ps4 можно подключить любую гарнитуру да да кстати да между в том что здесь джек то не три с половиной вот еще один класс илья закончил весь не кстати на самом деле я с джойстиком к ps4 пробовал подключать и такую гарнитуру и просто наушники с микрофоном для iphone все работа это не вес это раз но это знаешь этой серии вот вот это да да можно вы подключить кинект от huawei есть компании которые любят придумывать свои форматы соня одна из таких соня реально одна из них помощь на мастике мавристики разъемы да 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 в случае с ps4 гарнитуры и да они сказали с технологической точки зрения это равно вот на поставить не то что равно но короче говоря же не равно то мне обе приставки одинаково хороши и у них есть какие-то недостатки но они все взаимозаменяемы кстати по поводу стриминга вот примеру сегодня сейчас не можете стримить встреча xbox one хотя их microsoft анонсировали раньше эту фишку появилась она раньше у ps4 но это потому что сейчас ты лет приложить смотреть нет приложение есть но можно только смотреть а стримить можно будет только со следующего года вот как то так да и кстати еще последняя вещь который про интерфейс надо сказать что здесь многие вещи которые делаются на ps4 как бы по умолчанию которые встроены некий интерфейс консоли здесь делаются при помощи приложений то есть как там на зоне например всего то есть я нужно для голосового команде нужно скачать приложение для того чтобы делать камешат и сделать приложение скачать приложение тогда же узнаю windows но это на самом деле везде так не вот конкретно windows то есть ты как бы ставишь винду но это старину еще такое конечно было сейчас уже не так но покрайней 7 microsoft вот значит ставишь винду шатри потом такой наш потирая ручки начинаешь доставать диск из драйвера журнала играла не так вы начнете считали шкрывера матана читает ревера потом такой поставил драйвера звук заработал да такой поставил драйвера интернет заработал такой да такой ну все и началось скачать скачать вот такой браузер а ты родион католизм 16.2 короче до вечера пьяный сидишь но довольны довольны понятно это все смешно но конкретно такая же система сделанного с бокс флана на таких слышно это обычная совместность кнопки нажимаешь он у тебя скачивать приложение которое весит там 30 40 мегабайт ну да давайте к играм я думаю что это мы перед плавно переходим к финальному да и про вообще все мы про типа во что мы играли потому что во многое что мы играли мы играли здесь вот давайте кто ночь короче я начну как обычно есть какая-то мультиплатформа это батла это инфа тукей это assassin's creed это колда это фифа и в случае с фифой я напоминаю что если у вас xbox 360 и xbox one ultimate team можно себе намаять классических футболистов вот такая да приятная далее есть эксклюзивы я первым начал играть в эксклюзив райс если просто да ты проверял какую нибудь игру на нем и на ps4 не из эксклюзив все рпатье ну короче по одинаковые игры на двух консолях мультипром они отличаются я честно говоря не смотрел никую мультиплатформу на боксе это тема для отдельной статьи мы это обязательно проверим проверим отдельно батлу на том на том фифу на том на том и так далее потому что кстати есть важный момент о котором там шли срач в интернете то что ну как бы ps4 работает в строгую 10 8 сп и все хорошо а здесь 920 720 900 или 720 ну короче да и хочется понять насколько вот разница я буквально там на эти выходные заберу буду играть дедрайзинг потом писать об этом видимо вот и буду как бы смотреть то к сожалению дедрайзинг я посмотреть на ps4 не смогу да давайте порядок да давай да эксклюзивы для бокса я бы поделил на две категории на самом деле стартовой линейки что бокса что ps4 они одинаковые в одной вещи все эти игры которые там есть но практически все они демонстрируют в первую очередь техническое превосходство консоли чтобы как говорит лилок столбенел в плане игрового процесса большая часть этих игр она во-первых неглубокая игровой процесс ограничивается какими-то самыми элементарными вещами смотри игру райс смотри гук на к смотри в килл зон и плюс к тому все это выглядит довольно устаревшим смотри гук на который выглядит как по механикам напоминает игру для playstation 1 дай бог 2 и яркий пример игру стартовой линейки такой это как раз райс то есть эта игра про мужиков там экшен зрелищные добивания но при этом она за шесть часов если вы будете подходить ее на свой страх и риск прямо 6 часов подряд у вас отвалятся руки просто от этих постоянных нажатий на найдите же кнопки да и мы нам мастурбируют при и часов а в конце в конце игра я еще фотка такая была где чувак да там такая вот пужик вот потому что ближе к концу этот игровой процесс монотонный райс я в рецензии этого не написал он превращается в суходрочь просто невозможный вот красиво но тем не менее это правда дальше про райс или мне не рассказ про все вот и райс это действительно показательная игра потому что она технологически очень красивая но игровой процесс там предельно простой но при этом если вам хочется все-таки выжить как какой-то потенциал из райса я вам советую не знаю нормированно играть в одиночную игру там по часу в день я писал об этом лицензии или обратиться к мультиплееру где действительно поинтересней и что еще что еще на что что играл ты еще до лока сайда да райс это можно сказать игра которая стоит где-то посередине вот есть самый низший шелон эксклюзивов для xbox one изначально говорилось xbox one больше эксклюзивов это действительно так но есть игры эксклюзивы xbox one которые нельзя сказать что украсит эту приставку примеру есть fighting fighters fighter у вы узын который единогласно все уже обосрали и признали это самый позорнейший игрой нового поколения игра получает параши просто одну за другой от нас скорее всего получится хотя мы еще не смотрели есть и глупейшие но я бы сказал сделаны по принципу так плохо что даже хорошо аркадная гонка локу сайкл ввербол абсолютно отбитая игра вот отбиты да и есть примеру игра crimson dragon это ну симулятор дракона она ужасно и андрей вот играл ужасно с точки зрения управления абсолютно дерьмо это ужас правда и есть например бегал 2 с которого взятки гладкие это и раньше была хорошая аркада вот про сейчас она стала эксклюзивом для xbox one хотя не очень понятно что такая игра делает на большой концов что всегда так было ну да а и помимо этого есть еще dead rising 3 и мне так казалось еще до того как я во все это сыграл а теперь уже в этом убедился на данный момент это скорее всего самое классное самое нормальное приличная игра на новом поколении консолей вообще и об этом даже можно но смысле эксклюзив или я понимаю все таки а короче с точки зрения но просмотрите у нас есть с одной стороны я бы разделял просто на несколько частей там слов у нас есть с одной стороны резоган контраст и зон на мнение не 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 заглядет раз до другой стороны лока цайкл кринсон драйга на вот этого ну короче по иди ну там и не назовем по небольшим и живой соли всегда было все лучше согласен вот это поэтому как бы там все понятно sony молодцы значит что касается форзы райза дед райзинга нет вот форзы райза и knack и killzone ну короче раз это полная шлак это просто это реально санина конская объясню почему я так что луки вообще в принципе в жанре я просто под рассказывал андрею в жанре слэшера которые не очень люблю но в 2013 году вышло как минимум несколько игр которые в этом жанре ну по крайней мере что-то нашли супер арт дизайн и по темпу очень крутой dmc и соответственно в сферном сумасшедшим сумасшествием кодзимы яркие там невероятный короче metal gear rising и обычный достаточно обыденный но продолжающий как бы историю got of war ascension вот короче вот вы ставите got of war ascension и райз потому что несмотря на то что как бы это греция это рим условно вот и тут боги а тут ничего как бы то у них очень схожи с этим и вот а ультимативно побеждает готова расценшен потому что там есть выбор оружия выбор спецприемов выбор как бы супер огромные боссы в которых ты там выбираешь глаза там вот это все как бы здесь есть вот этот вот легионер с коротким мечом и счетом лут и различное оружие есть только мультиплеере в синге кстати под который больше такие игры заточены есть вот эти вот добивание которые скорее всего из-за европейской версии игры и консоли здесь сделано в меньшей степени кровавого нежели чем в американской версии голову не отлетают максимум что вы можете сделать это отрубить руку сюжет набивает просто тоску насчет внешнего вида парни сказали что супер мне я не за короче да я подожди подожди райс короче это все понятно хотя вот например нашему коллеги андрей пошибе кин очень нравится то есть на самом деле возможно это свою аудиторию найдет вот но конечно же явно не да не в моем случае потому что это просто кор геймеры я чуть не сдох вы играть в это дерьмо вот а значит форза horizon это вот наверное скажет андрей потому что я не то что горочный дока вот но я скажу друзья вот что я видел у андрея а он еще любит играть найти от первого лица когда даже не кабины не видно просто такая дорога вот я там видел значит небо серая серый асфальт и домики такие и вот еще еще но это я расскажу про вот а вот дэдрайзинг 3 который я вот буквально сегодня умудрился перед hotline поиграть два часа вот это реально круто когда ты первый раз садишься на каток и начинаешь реально сотнями давить этих зомби ощущение очень хорошие причем я вижу вижу вот как бы таскать структуру игры вот эти вот необязательные миссии обязательные миссии боссы нахождение того сего открытие новых этих прокачка оружия короче за два часа я нашел там уже пять чертежей как бы с оружием куча каких-то секретов подавил кучу зомби попробовал всякие фишки бросать гранат из машины как бы кинуть кассовые аппарат в окно разбить стекло убить в голову зомби ну короче эта игра в которой вы развлекаетесь причем для меня такие игры намного лучше чем вот эти вот зомби ю например потому что я больше люблю вот такие вот знаете со смешинкой поэтому я полностью согласен со стасом только скорее всего дэдрайзинг 3 это главный эксклюзив который вы можете видеть сейчас на микс гения вот но они как бы но при всем при этом она например не лучше батлы но да есть как бы все эти игры как в общем сейчас наверно главные до игры на всех консолях это и battlefield и фифа и к и call of duty и ассасин скрипт хотя который там не сильно отличается но в целом да я согласен при том что у фифы у батлы например и у call of duty есть одно большое преимущество что этой игры которые можно растянуть на очень долго и дождаться наконец новых для вот то есть все таки там и с дэдрайзингом это сложно наверное скиллзон можно но тоже ну странно там хвалят все мультиплеер вот по поводу форции в принципе я я просто вам скажу одну историю которой мы тут что-то сидели уже поздно вечером со стасом в редакции мы за зашел на сказал разговор по поводу стартовой линейки я вам скажу одну простую вещь и не буду говорить о том что там типа кто круче да что ж ты делаешь что круче что не круче я просто скажу две вещи есть несколько преимуществ у линейки xbox one а именно 2 она богаче то есть игр больше и разнообразие жанров все-таки больше есть игр для кинекта то же самое кинект раеволс там спорт есть тот же самый идиотский fighter within но знаешь мне кажется вот та аудитория на которой равнялась в в свое время там типа бабушки тети непонятны возможно он даже им понравится серьезно а вторая а второй момент я работал очень долго в розничной сети в именно в магазине союз и я прекрасно понимаю аудиторию который приходит в магазин в обычный ритейл за то что за тем чтобы купить игровую приставку приходит папа на час новогодние праздники да и он смотрит на вот ассортимент некий и начать понимать что ему купить этом либо себе либо там своему какому-то маленькому там сынишки там девчонки честно я вам скажу впарить вот другого слова не найду впарить xbox one в разы легче чем playstation 4 в разы то есть если приходит какой-нибудь вот такой там ну не знаю может быть там сумасшедший человек с глазами мне нужен killzone только killzone то конечно да но в целом и райс вот этот древний гречи ой древнеримский сеттинг гладиатор это намного более понятная история чем в том же killzone с каким-то непонятными хилгастер которые андрей очень емко уместил до меня это дошло что да то есть это очень реческий сеттинг продать легче чем sci-fi да и в любом случае любая любая игра для по xbox one она понятнее аудитории дедрайзинг зомби forza машины блестящие супер тачки там не знаю crimson dragon драконы летают все от каждую игру можно двумя словами охарактеризовать в этом очень сильная фишка xbox one серьезно по поводу forza коротко совсем force я рассказал что я не очень люблю forza мотоспорт именно как серию вот как именно вот главную серию она для меня немножко скучновато то есть гран туризма она куда более крутая в плане там навыков вождения ощущение от вождения окружение в эту среду мы вчера об этом составом говорили поэтому про мотоспорт она ну это такая хорошая обычная нормальная игра для стартовой линейки то есть для того чтобы показать какая может быть графика какие возможности покататься машинки и так далее к сожалению тот же самый драйвклаб который должен был эту функцию на playstation 4 как-то из исполнять он не вышел его перенесли вот как-то так резюмеры по поводу стартовых линеек что я понял по опыту общения с ps4 с боксом то что стартовой линейки консолей они не про игровой процесс не рада не про глубину они а про графон и б про маркетинг стартовой линейки должна быть должно быть определенное количество игр занимающих определенные ниши согласно которым ключевыми фразами эти игры можно впаривать как андрей сейчас в принципе мог парить кому угодно crimson dragon сказав что абсолют про дракона жалко на счете я бы сказал что вообще-то смотрел там game of thrones да не я бы сам купил это очень-очень простые вещи да а по поводу того что мы как-то перешли к играм давайте как-то еще помимо того что есть ps4 изначально позиционировалась как больше консоль для геймеров xbox one это консоль этот медиа-центр для людей особенно в америке особенно сейчас вот с играми так уж получилось то что капком компания которая уже несколько лет делает по большей части весьма сраный блев для тех кто понимает ну как общем-то и многие любители капком признают вот каким-то образом удивительным умудрилась сделать дэд райзинг 3 игрой который не нравится фанатам дэдрайзинг оригинального но при этом очень нравится людям которые никогда в дэдрайзинг не играли кажется что капком тупо не вкурили что они делают игру для стартовой линейки сделали нормальные да все такие да они мне кажется тупо вкурили как раз иначе вот и сейчас получается ситуация то что на самом деле оценивая сейчас ну как бы как верно заметил стас лучшая история которая в плане оценок которая произошла этой осенью с консолями это контакт с оценкой над и вот покупать консоли можно сейчас в принципе и ту и другую просто вопрос цене к разумеется ну как бы более оптимально на данный момент если вы живете в россии купить ps4 купить battlefield не for speed переждать переждать зиму и переработать вот так вот так выйти вот так вот выйти просто поставить и дайден фол загрузить первые да и вот да а на ней выйдет in famous точнее на ней она сейчас выйдет in famous выйдет metal gear solid 5 и вот тут тоже звание там и так далее очень круто я уверен но неважно важно другое то что вы сейчас должны просто для себя понять то что история с некс геном еще не началась вот эти вот все так на техно демо вот это вот вот это все могли бы спокойно выйти в качестве вот именно демо версии бесплатно скачиваемых которые показывали возможность как возможности консоли единственная игра дэдразинг 3 надо вот я посмотреть наверное но так получилось это просто реально как он не не понял что произошло вообще как-то получилось так как бы вот все старались а получилось в общем как всегда но это нормально дайте время эти чуть-чуть время но дайте встречи осени мы будем в некс ген играх вот по макушку как бы а еще мы забыли кстати о watch dogs которые как бы хоть и стерпать и но как бы все равно но выходит скоро вот поэтому да я предлагаю переходить за перешаетесь а переходить к каратенечко совсем основной итог не в ps4 не в xbox one нет ни всего преступного если вы хотите купить очень xbox one у вас есть на это деньги если вы купите вы потеряете ну только там 20 штук плюс если у вас приставка сломается это будут ваши проблемы уже никакой сервис вам официально не поможет остальном да действительно сталь ну никаких серьезных недостатков у box one в ps4 нет убрать можно и то и то тут же есть от ваших личных предпочтений давайте коротко о том кто играл помимо того что есть на xbox one по одной давайте игре серьезно но допустим я вот начну я помимо того что я сказал помимо форцы помимо того что фифу я играл много я еще играл в замечательную друзья называется она nba life 14 мы в среду по моему с ильей уже это транслировали две баскетбольные игры 2k и life я скажу что это реально худшая игра ты и спортс который когда-либо видел со времен мне кажется сеги честно тебе скажу настолько ужасного спортивного симулятора ты и спортс я не ожидал я даже специально вошел то ли мы даже бы даже зашли в на мета критик это реально единственная самая дерьмова играть и спорт с красным рейтингом ну знаешь там есть зеленый и желтый такой красный это единственная игра друзья если вы любите баскетбол я просто коротко скажу купите нб и токи хорошо что есть выбор правда все стас я внезапно извините пожалуйста я не играл в animal crossing два месяца или там побольше недавно точнее на днях я в него вернулся и учредно раз понял что для меня это наверное игра года точно потому что серьезно я в нем наиграл часов 50 и каждый раз когда я захожу все что я понимаю это что чувак ты в этой игре и даже половина еще не увидел вот так вот катенька всем рекомендую так илья районе мокрость я играл войну кроссинг на этой неделе я в остальном играл на xbox one я и не мог кроссинг это вообще а сами сколько бы я не издевался как бы но я сам в общем-то этой игре посвятил потому что потом я просто дико как бы ну он доел мне эта история я люблю побольше экшена ну как бы стас у нас намного больше интроверт вот замашками неформального лидера замашками так вот так вот хорошая игра но просто ну немножечко такая она не для всех на самом во что ты ты играл я играл battle field вчера вчера илья так долго отставил позицию как лагерта валилка да он прям вот по как последний глядя для чего училась как бы что вы понимали в принципе можно я могу сказать в финале десятки игр воды поцелфилда нет хотя он должен должен там быть по очень многим причинам начиная от того что это действительно самая сейчас круто выглядящая игра которая вообще принципе есть во первых даже не killzone во вторых это действительно самый крутой мультиплеер который вы можете вообще во чтобы который вы можете поиграть сдам все очень круто очень супер все сделано кроме одного она вылетает нестабильно работы и примерно несколько раз в вечер в среднем я теряю очки в конце раунда тысяч по 8 и это конечно дико дрочит ну то есть это просто это невероятно то это что это такая история от которой я просто хочется меня и на консоли и не ожидали вообще давить вот на консоль вообще да это не ожидаешь что вы понимали потому что я всегда играл battlefield именно на консоли потому что я не хотел сталкиваться ну как и совсем сталкиваться с чем-то сталкиваешься на пока вот дайс это признали и объявили о том что они там откладывают разработку всех других игр студии до того поры пока battlefield не начнет работать стабильно я им верю они находятся сейчас в очень сложной ситуации они выпустили действительно самую ультимативную важный мультиплеер в году это действительно лучше мультиплеер игра ничего даже близко не валялось как бы ну правда там какой путь и господи вот там есть и call of duty там есть из комбат там есть и из комбат на вертолете там есть и гоночки там все есть короче все что вам нужно от мультиплеера сейчас не без какого-нибудь фантастического сеттинга вы получите будут лучше 4 это сто процентов но надо сначала наладить на работу поэтому мне кажется что эта игра больше следующего года нежели чем этого помимо этого я играл фифу по прекрасным вот собираю как бы попался компаний в бустере сейчас пытаюсь продать его за 40 вен саныч купить себя эль шарави купить себе был отель и собрать как ультимативный попал в альтернатор все ровно короче с фифой ничего не вылетает все супер вот да и в общем-то пытался поиграть в кланки ну что давайте заканчивать я думаю да спасибо мы я надеюсь что мы все плюс-минус рассказали мы же сейчас да у нас все будет повторено и буквами на сайте буквально вот вот уже касается ps4 xbox one и о том как я покупал xbox one это же еще буквами расскажу читайте срочно вот так что вообще всякого расскажем друзья осталось практически три недели до нового года даже две с половиной поэтому отдыхайте с радостью отдыхайте хорошо покупайте подарки не затягивайте играйте обязательно выиграли наконец определить еще вы будете покупать себе к новому году xbox one или ps4 или пк настоящие геймеры ну да или пока вот прощайся с вами все до скорого пока все пара